Привет, студия! Меня зовут Клим Терехов, и сегодня я веду свой репортаж из Вены, города, в котором проходит финал конкурса Евровидения. В этом году конкурс проходит в Австрии, которая является родиной самого Моцарта. Как хорошо, что он этого не видит. Ну и как хорошо, что он этого не слышит. В этом году все песни Евровидения сопровождались сурдопереводом, и чтобы облегчить задачу организаторам, участницей из Сербии выступила сразу с хором сурдопереводчиком. Представители Литвы пытались удивить публику страстным поцелуем во время кульминации песни. Хотя, может быть, здесь даже и нет никаких элементов эпатажа. Может быть, им просто негде? Многие считают, что от Украины на Евровидении в этом году никто не участвует, но это не так. Дело в том, что здесь ребята получат гораздо больше денег, чем если бы они выходили на сцену этого конкурса. Монголия в следующем году хочет прислать на Евровидении лошадь. Как вы думаете, какие шансы у Монголии? Ну, та же, как и у всех, наверное. Главное, чтобы пол был четко понятным. Да лучше бы Австралия кенгуру прислала. А что, люди уже закончились? Скажите, а как вы думаете, как много денег отмыли организаторы Евровидения в этом году? Что? Что это? Что это? Здесь не понимают, что такое отмыли. Вроде бы Европа, а нормально проводить до сих пор не научились. И вот конкурс законченный. Победителем стал Монс Зельмерлёв. Отличное выступление, прекрасный вокал. И если сравнивать с Кончитой Вурс, то точно можно заявить, что победил мужчина. Хотя кто этих шведов знает. Кстати, если объективно оценивать выступление шведского певца, то с уверенностью можно сказать, что в этом году победили спецэффекты. Именно поэтому Евровидение 2016 должно проходить в Диснейленде. И в завершении, если вы, позвонив кому-то из близких, услышите «перезвони мне», то это значит, что он спустил все свои деньги на СМС при голосовании на конкурсе Евровидение 2015. С вами был Клим Тереков и австрийско-немецкое бюро «Чисто Ньюс».